Члены общественной палаты округа и депутаты встретились с жителями Тамилина на собрании. Обсудили вопросы комплексной застройки территории, сноса и расселения части домов микрорайона Птицефабрика. Как вы сами понимаете, рабочая группа создана не для того, чтобы взять и поставить галочку в том, что занимаетесь завтра строительством, застройщику или прочее, а в то же время, чтобы интересы жителей поселка были всесторонне охвачены. На данный момент жители микрорайона разделились на тех, кто против застройки и переезда в другие дома, и тех, кто за получение другой жилплощади. В основном это связано с плохими жилищными условиями и ветхим состоянием домов. Люди большинство здесь хотят улучшить свои, но из Пабрика совсем неплохое место. И квартира здесь, она вообще в основном 42-43 метра, и люди не хотят получать по 40 метров. Расселению подлежат две категории граждан. С приватизированным жильем, то есть находящимся в частной собственности, и муниципальным. При расселении последнего учитываются все нюансы. Количество комнат, квадратных метров, количество детей, их возраст и так далее. В отношении приватизированных квартир также есть свои особенности по части законодательства. Что касается квартир, которые находятся в приватизации. Первое. Есть ограничение для нас, что мы не можем вам предоставить квартиру меньше. Это 100%. Соответственно, второй момент. Вы должны понимать, что мы не можем спроектировать 44 квадратных метров. Ради одной вашей типовой квартиры мы не будем проектировать весь дом. Как отметили на встрече, для принятия какого-либо решения относительно домов, жителям необходимо провести внутридомовое собрание и зафиксировать свое единогласное желание. Также в индивидуальном порядке по адресу птицефабрика 4 идет прием граждан и более подробные разъяснения по конкретным случаям. Люди приходят, жалуются, что у них дома плесень, что мы строим в первую очередь. Не сносим ничего вообще, ни единой палатки, ничего. Просто строим. Сносим 10-й, 15-й дом по согласованию собственников и переселяем. И вы у них потом спросите, как это все происходило. Весной следующего года в планах застройщика начать подготовку к строительству. По их словам, на сроки может повлиять только получение разрешительной документации. Так, по итогам встречи, 24-й и 25-й дома микрорайона птицефабрика по желанию жителей исключены из списка ветхого жилья и не подлежат сносу. По остальным вопрос будет решаться также в индивидуальном порядке. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.